Золотистый фрукт, который едва не стал золотым. Из-за валютного скачка в минувшем году цены на мандарины в России выросли более чем в полтора раза. Дороже в рублях стали не только сами фрукты, но и их доставка. Плюс не урожай в Марокко. О перспективах эксперты говорят с осторожностью, но отмечают. Все, что могло произойти, уже произошло и заложено в итоговую цену. Валютные колебания и ожидаемое возрастание спроса в Дикаку будут влиять на цены на мандарины и, вполне возможно, у них небольшой рост. Но при этом их дефициты не ожидаются, так как планируется увеличение импорта из стран, которые близки к России как раз в этот период времени. По словам Инны Гольф, основные поставщики в зимний сезон – Китай и Турция. Стоимость доставки из этих стран относительно невысокая, а значит, есть возможность продавать дешевле. В крупном сетевом магазине можно встретить фрукты из Ирана. Средняя стоимость на мандарины – 200-230 рублей, то есть рынок достаточно конкурентный. Да и в Марокко в этом году собрали около миллиона тонн против 400 в минувшем. Но даже таким относительным неурожаем можно было покрыть все потребности России, которая заняла первое место в мире по импорту мандаринов, откусив пятую часть всех мировых поставок. Сколько съедают на Ямале? Вопрос пока открытый. Мандарины не считаются товаром первой необходимости, поэтому особого учета нет. Согласно опросу Ямал-Медиа, 37% участников съедают меньше килограмма в месяц. Чуть меньше трети – уже заядлые любители мандаринов. В магазинах готовы к любому развороту спроса. Сейчас по стиму наблюдаем сезонный рост спроса на мандарины. Продажи этих кладов оказались намного выше, чем годом ранее. Но мандарин хватит на всех, не переживайте. Мандарины на новогоднем столе – традиция, которая появилась еще во времена Советского Союза. В ноябре как раз поспевал урожай в Абхазии. Вот они, символы Абхазии. Участников, да еще и на Ямале цена значительно выше средней. Однако и воспринимаются они практически как фермерский продукт. Такие вот с листочками, как будто только что с ветки сорвали. За первые фрукты из соседней республики пока просят около 600 рублей за килограмм. Но свое слово по этой позиции еще не сказали крупные торговые сети. Из Абхазии в Россию поступает примерно десятая часть годового объема поставок. Только происходит это как раз в сезон. Получается своеобразный мандариновый зал. Ощутимый рост предложения. А подобные факторы, как правило, сдерживают цену. Так что перед Новым годом цитрусовый вопрос вряд ли будет первостепенным. Александр Ребекко, Владимир Зелинский, Максим Терентьев и Александр Ёлтышев. Программа «Время. Ямала». Салихар.